Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Вот смотри, власть и секты, казалось бы, разные вещи, да? А в то же самое время, если мы рассматриваем структуру психики, мы понимаем, что вот, если мы психику представим как легкие, а положим на тело, мы вдыхаем, вот полный грудь воздуха, да? И дальше нам надо выдохнуть, иначе нам вдыхать некуда. Все, легкие расперты. Кстати, у меня был такой момент, когда я прожила этот опыт, когда они уже больше не могут. И вот в этот вот момент, если сравнить с психикой, развитие человека находится на платформе B3. Включена, активно работает платформа B3. Это власть, это управление. И вот почему за властью следует эшафот? Выдох идет. Если человек не развивается, если разум не расширяется... Если легкие не развивают... Если не увеличить объем легких, то все, идет выдох, идет эшафот. И секты... А секты – это вторая платформа психики. Власть третья. И секты идут перед властью, получается. И в то же самое время, те, кто начинает стоять у руля сект, они переходят сами на третью платформу, и они видят во всех остальных овнов. Овнов, которыми надо управлять. Как только человек формирует такое отношение внутри себя, к окружающему миру, он же к кому это отношение формирует? К себе. Он делает запрос «Я овен». И под этот запрос легкие выдыхают. А ведь есть другое решение. Но другое решение тогда, о чем? Отказаться от объективной реальности. Сказать, что вся реальность субъективна. И тогда заниматься созданием, а не управлением. Между управлением и созданием лежит глобальная пропасть. Потому что управление – оно конечное, а создание – оно бесконечное. Бесконечное. И получается, когда вот эти вещи осознаешь, понимаешь, расширь сознание на следующий уровень, и все, у тебя вдох продолжается. Но тогда ты от власти переходишь к созданию. Если ты нет, ты от власти переходишь к эшафоту. И вот когда уже идет понижающая эстезя, а человек не хочет на эшафот, то вот здесь начинается ритуалика. То, что мы можем видеть и в религиях, то, что мы можем видеть в сестах, то, что мы видим в гипнозе. Вот здесь ритуальная часть. И люди говорят, магия, черная магия – это страшно, белая магия – страшно. И при этом, вот смотришь, но оно на самом деле страшно. А вы посмотрите, что вы в религии делаете. Чем это отличается? От черной магии или от белой магии? Это гипноз, это сон. Это гипноз, это гипносостояние. Это состояние сна. Чистая магия. Чистая магия. И вот когда эти вещи уже осознаешь все вместе, понимаешь, что через ритуалы верхушка религиозная пытается держать всех в управлении. А на самом деле через ритуалы, через это управление она дробит и уничтожает себя. Себя, именно. И так любой гуру готовит себя. Не то, что готовит, а это уже и дальше некуда дышать. Все, и потом выше любого. Будет выдох. Будет по-любому выдох. Вот понимаешь, когда объясняешь это теоретически, человек этого не понимает. Начинает спорить, еще что-то. Но когда положишь это на физиологию по подобию, так смотри. Да. А дальше сможешь? А дальше не сможешь. Не сможешь, если не расширишься, если объем твоих легких не станет больше. А когда он станет больше? Тебе надо трансформироваться. Тебе надо измениться. Тебе надо изменить отношение к другим. И тебе надо... Это возможно только в твоей субъективной реальности. В объективной это невозможно. Вот оно, прощаемся с объективной реальностью. Да. Объективная реальность, она ограничена. Она сужена. Объективная реальность, это... Вот оно есть, и другого быть не может. А субъективная это бесконечность. Это точно так же, как с теми же легкими, да? Чтобы у них были возможности больше набрать воздуха, ты должен позволить себе расшириться. Возьми пловцов, этих ныряльщиков, да? Ведь натренировать можно легкие, что они держат до пяти минут, по-моему, даже есть. А может даже больше кто-то есть. Уже есть до 26 минут. Вот, вот, вот. Вот оно. Да? Позволит себе безграничность. Безграничность, да. И это только субъективная реальность. Только, да. И это... Это возвращение домой и пребывание я дома. То, что делает инфодайн. Пуф, вернись домой. Будь собой. Будь искренним. Будь открытым. Будь человеком. Это про развитие сознания. Это про искренность, открытость и настоящесть. И смотри, тут же вспоминается эпизод... Я тебе недавно присылала в Инстаграме. Я простила, артистка там известная. Я простила, я всех предавших меня простила. Вот измену простила. Но уже все, в свой дом не пущу. И глаза такие печальные, тоскливые. И понимаешь, человек на следующий круг заходит. Почему? Потому что не простила. Потому что нету благодарности к человеку. Есть боль и обида. Боль, обида, злость, вина. Только благодарность завершает игры. Только благодарность. И благодарности надо учить со школьной скамьи. Да. И благодарность какая? Когда человек осознает, чему научили его. Да. Именно чему он, благодаря другому человеку, который его как бы обидел. А на самом деле этот человек тебя научил. Сегодня, кстати, с тренером, с своей девушкой, это тренер, которая у меня с фитнесом разговаривала. И вот на эту тему как раз-таки. Значит, смотри, что она рассказывает. Муж, она развелась сейчас с мужем. Значит, какая-то у нее была тема. Что-то в чем-то ее очень сильно ограничивал. А, она говорит, когда была замужем, говорит, Ирина, я совершенно другая была. Вы, говорит, меня бы сейчас не узнали. Вернее, тогда не узнали бы, что это я. Потому что, говорит, я была задавленная. И печаль. То есть, мне было тяжело очень, говорит. А сейчас, говорит, я стремлюсь, я сильная. У меня все есть. Тогда я ограничена. И, говорит, меня очень сильно муж удерживал. Говорит, я улыбаюсь. Она говорит, да, знаю, знаю. Она уже знает. Знаю, знаю, что это я все. Но я, говорит, тогда вот только так могла, значит, реагировать. И по итогу, говорит, вот, а, и, не помню, что. И, говорит, мы разошлись. Я уже не выдержала. И мы разошлись. И, говорит, у меня сейчас есть в жизни все. У него там, я не знаю, говорит, там то-то, то-то. Но, говорит, у меня есть все. И я говорю, и ты благодарна мужу. Она такая смотрит на меня. И ты благодарна мужу. Что именно благодаря ему ты смогла вырваться из себя. То есть, расширить себя и создать себя. Выйти из своего заточения себя. Говорит, ты понимаешь, какая благодарность мужу? Она так слушает меня. Да, я благодарна. Я так чувствую. У нее так, знаешь, такая пазл складывается в голове. Глубина такая. Да, пела. Обычно же как. Вот он, гад. Да? А тут, да. Я говорю, представляешь, какой он тебе подарок сделал. А смотри, если бы все истории заканчивались через благодарность. А ведь на самом деле, даже возьми глобальные истории. Вот опять коснусь глобальной истории. Хотя, наверное, это не тема подкаста. Но просто иногда вот так можно открыть глаза и увидеть на глобальном уровне, как это происходит. Вот смотри. События в Беларуси, которые происходили. 20-й год и так далее. Вот этот период. И там злость, агрессия. И теперь смотри, 22-й год. Вот поставь их рядом. 20-й, 22-й. И теперь благодарность вот этому человеку. А ведь она... А ведь если бы не он сейчас, воевали бы наши дети. Да, да, да. И давай перечислим все, что было бы. И это честно. Но благодаря ему. Блин, я когда вот целостно вижу эти вещи и понимаю... Там был точно такой же момент, но Беларусь удержалась. Удержалась. А там, да. А, видишь, в 22-м нет. Другой вариант событий. А на самом деле это было вот... Мы понимаем это. Мы понимаем это. Что вот сейчас надо говорить спасибо. Сейчас надо говорить спасибо. И вообще надо учить людей благодарности. И если белорусы это осознают и говорят спасибо, они не играют в игре. Они не играют в игре глобально. А украинцы должны научиться говорить спасибо. И россияне должны научиться говорить спасибо. Там нет вообще спасибо. Там много злости. Много злости и много выносов ответственности. Разума нет. А это глобальная игра. Это такая же игра, как... Вот просто представь по одному персонажу. И вот три персонажа играют. И вокруг толпа других персонажей. И рассмотри эту картинку с этого. И посмотри, что должен сделать каждый персонаж, чтобы игра прекратилась. И здесь рассмотри, в каких состояниях находятся персонажи. Все. Просто абстрактный персонаж. Обтекаемую форму, не привязываясь к личности. Благодарность. Только благодарность выравнивает именно в чистую. Выравнивает любые качели. Любую игру. Любую игру. Закрывает. И это в чистую. Это как... Нету ни ядра, зажатости. Нету воинственного ничего. Не остается. А именно в чистую. В благодарность. Вот я не знаю, как даже подобрать слова правильно. То есть это... Это... Ну вот... Это можно так сказать, как... Как в точке. Есть все и нет ничего. Вот это об этом. Да. Но это точка. Парадоксальное такое восприятие. Вот это благодарность. В чистую. При этом опыт есть, но в чистую закрыто. И не надо снова раскачивать качели, чтобы проиграть и осознать. И тогда главной молитвой человека и главным ритуалом должен быть ритуал благодарности самому себе. А у нас вообще, если ты скажешь, что я себя благодарю, то скажешь, чокнутый. А если ты еще скажешь, я себя люблю, то ты эгоист. Вот оно искажение. Вот оно вранье. Самому себе. Вот с этого надо начать и убрать это. Вот они практики примитивные. И начинать надо с благодарности самому себе. И любая ситуация в нашей жизни, она на самом деле только лишь во благо. Всегда. Для самого себя. Да. Все для самого себя. Все для своего развития. И чем раньше ты это осознаешь, тем быстрее закрывается игра. Посмотри, вместо благодарности, чем подменяется благодарность? Ритуаликой. Благодарность – это пробуждение сознания. А ритуалика – это про засыпание сознания. И вот смотри, вместо того, чтобы там случилось что-то, вместо того, чтобы простить и поблагодарить, человек идет. Куда он идет? Либо в церковь молиться, либо в магию, чтобы за него кто-то решил. Спи, спи, спи. Спи, спи, да. И там, и там делают ритуал. И там, и там. И куда этот ритуал бьет? Он же по твоему подсознанию бьет спящему. Спи, подави, подави. А потом взорвет каком-нибудь месте. А потом взрывает. А взрывает, потому что ритуал бьет по подсознанию. Подсознание выделяет часть для игры. Игры. В осознание. А благодарность. А это через боль. Да. А вот благодарность, это как раз таки про просыпание, когда ты просыпаешься. Просыпаешься и иск... Ну, тут видишь, тут важно искренне. Потому что, опять-таки, если ты будешь просто роботом-автоматом, и ни хрена не будешь понимать, и ты будешь вместо... Знаешь, как говорят? Нет. Я его простила. Едит его через налево. Или я его уже отблагодарила. Вот так я ему уж благодарна. Я так, конечно, зубы сжимаю. Через переклинило. Это неудобно. Я, конечно, простила. Да, простила. Простила. Да, да, конечно, простила. И потом слышишь... А, та-та-та-та-та на него, да. Да. Кстати, это ж на этой неделе мы поставили в расписании в записи курс «Магия ритуала в психике». А там вся вот эта раскладка вот этой кухни в подсознании нашем, в надсознании нашем. Потому что человек может только из надсознания творить, когда не имеет доступа в подсознание. И рассчитывать на какие-то результаты. Вопрос, что можно творить. Слово «творить». Вот классное слово, да? Творить можно. Такого утворить, да? Утворить можно. Да. Будет такая, а потом утварь. А... Ну, просто тварь появится, да? Классное слово. А можно творить. И будет творение, будет творчество, и ты будешь творец. В зависимости от того, в какую ты сторону пойдешь. Можно создавать, а можно рушить. А это зависит от того, есть у тебя разум или нету разума. И как ты работаешь, в гармонии с психикой или в дисгармонии. В гармонии с подсознанием или в дисгармонии. И здесь интересная штука нарисовывается. Гармония будет там, где есть возвращение к себе. Если ты человека возвращаешь к себе, будет гармония. А если ты будешь для него авторитетом, будет дисгармония. И ты будешь за это в дальнейшем рассчитываться сам. Почему? Потому что все, что мы не делаем, мы делаем для себя и с собой. Потому что кроме нас никого нет. Это наша игра. Мы ее затеяли для того, чтобы прожить такой опыт. Но это если совсем условно. А если глубже, там еще глубже, еще интереснее тема нарисовывается. Но это в книжке потом люди почитают в парадоксальном восприятии. Мы, по сути дела, вывели это в точку. Но вывели до иллюзиониста. А ведь смотри, на самом деле авторитет, если ты из себя создаешь авторитета, то когда ты рассчитываешь на то, что ты, вот оно сектирование, управляешь. А ведь человек, который в тебя выносит авторитет, и их много этих людей, ты создал из себя авторитета. И у тебя людей много, которые тебя считают авторитетом. И у каждого из этого человека свой взгляд. То есть смотри, какая тоже на самом деле штука. Авторитет. Он авторитет, он раздувается. А люди, он раздувается, создаётся пустота. А сюда вбрасывается. Смотри, сколько людей. Столько мусора. А авторитет этого даже не думает. Авторитет. И он не может не лопнуть. Вот почувствуй, что посеял, то хожал. Дома нет, вообще. Его тоже дома нет. Дома вообще нет. Мало того, он загружен вообще. Он даже не знает, чем он загружен. В него уже набросали. Как мусорка. Он видит своё, да. По сути дела, слово авторитет или гуру можно поставить равно мусорка. мусорка коллективного. А теперь вот это вот всё возьми и скажи великим, которое сейчас... Ого. Так вот, так их взорвёт. А помнишь, как того юриста? Да, как-то. Вот, кстати, очень показательно было, как взорвало. Бум! Моментально. Это отражение нашей профессиональной работы. Сделать точечный прокол там, где надо. И во благо. И во благо. Зато по здоровью легче становится. Так я живу и во благо. И искренне опять-таки. И искренне. Стёбно. И смотри, вот смотри, когда вот мы работаем с тем же самым раздутым эго, постебаться, да? Мы же не делаем это, чтобы навредить человеку. Мы не делаем это, потому что мы злые. Или мы не делаем это, потому что мы там обижены на него или ещё что-то. Нет. Есть счастье игры искренне. Искра. Искра есть. Искренность. Как на воздушный шарик она тогда падает. Да, да. И всё. Вот она. Твою прожгла. Вот она, искренность. И ты понимаешь, что когда ты работаешь так с человеком, даже когда ты подрываешь его эго, ему легче становится. Ему легче по здоровью становится. Поэтому сколько раз мы видели, сколько бы мы, с кем бы мы не работали, как бы мы не работали, кажется, вот, казалось бы, стёбный момент, да? И иногда даже бывает такое, что перед этим так, ну, дал бы ему по башке уже, потому что уже, ну, реально, у человека мозгов нету, да? Чтобы хоть какой-то мозг где-то в пучок собрался. А потом, вот, из этого стёба всё равно нарисовывается и нарисовывается всегда результат, как для самого себя. Да. Потому что всегда работаешь с человеком, потому что ты работаешь с собой. Да. Только с собой. Потому что ты знаешь, да? Да. Так, а сколько раз у нас с тобой было, кажется, вот, как ты говоришь, да, кажется, уже дал бы. А потом мы с тобой, а ведь это нам. А чём? Это нам, да. И мы и вот так мы себя очищали, очищаем, очищаем. Да. И заметь, вот эти чистки из глубины, они-то нужны. Они нужны постоянно, потому что, если ты где-то испытал раздражение, где оно осталось, в тебе осталось. Если ты испытал злость, где оно осталось, в тебе осталось. Это те моменты, когда ты не контролируешь себя, не управляешь собой, а это значит, не осознаёшь себя. Если в тебе есть неосознанные уголки, значит, в них есть грязь. Неосознанность – это грязь. Это твоя грязь, это твоё грязное зеркало. Помой, и ты осознаешь, зачем это для тебя надо было. И ты изменишь и станешь в этом плане чище и лучше. И тогда твоя жизнь прожита не зря. Да, зачем это тебе надо было? Не в ту сторону думать, раздражаться, да, а именно берёшь анализ, и тогда тебе раздражения не будет, кстати. Не будет раздражения у человека, когда нет выноса на кого-то в обвинении, да. А зачем это тебе надо? Зачем мне это надо было? Зачем? Ну, по мне, так это идёт сразу. Благодарность и опыт, знания. Смотри, ну, если человек будет просто отвечать себе на вопрос, зачем, да, то это перейдёт в разводы ума и в говорилку. И, по сути дела, он далеко не продвинется. В своём развитии, в своей чистоте не продвинется. Он будет точно так же лгать. Хитросплетение ума. Согласен. И ум будет ткать просто паутину. И здесь получается на самом деле выход в искренность это интерес человека самим собой, интерес человека своей психикой, интерес человека своей реализацией, своей жизнью. Это постоянный интерес и жизнь, жизнь в интересе, жизнь в кайфе, желание двигаться. Вот эти моменты в человеке, они получаются невероятно важны и нужны человеку. И тогда смотри, если человек двигается в интересе, если он в потоке идёт всё время, то он в потоке один. Он не замечает других. И в то же самое время он осознаёт, что это его поток. Это он поток. То есть это процелостное восприятие тогда. Тогда человек идёт в развитие. И тогда не нужны религии, тогда не нужна власть, тогда не нужны секты, тогда нет овнов, тогда, 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 тогда просто ты создатель. И тогда тебе не стыдно говорить, тебе не нужны посредники. Посредником тогда является твоё тело. Да, 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 смещение идёт. И это идёт искреннее действительно развитие человека. И на самом деле вот сейчас пришло время, когда идёт переключение на такой тип сознания, потому что если это переключение не произойдёт, то наша цивилизация, она на самом деле очень ограничена во времени. Она достигла определённой стадии деградации. И причём эта деградация, как по парадоксу интересно, я когда вспоминаю 90-е годы, казалось бы, Советский Союз, застой, затхлась, да, и вот всё, что связано было с Европой, внесло очень много нового, очень много технического развития, вот этого материального развития, но при этом всё, что касалось духовного развития, было обрушено. Вместе с этим просто лавиной хлынуло лёгкое поведение, всё, что касается бизнеса грабь награбленная, кстати, что сейчас Европа опять и демонстрирует, и вот это вот, весь этот мусор, спам, опять-таки голубые, розовые, это всё сюда полетело, психические расстройства, эти гендерные признаки, гендерные правила, я когда слушаю это всё и понимаю, больные люди, что вы делаете со своими детьми, и они называют себя элитой общества, звёзд американских посмотришь, блин, вот... Там уже и вкажения такие идут? Это реальные психические нарушения, и если вспомнить опыты с мышами, 25 опытов с мышами, за которые была вручена Нобелевская премия, как его, Калоэн, Калоэн, как это такая фамилия, последняя стадия деградации, общество, после которой общество гибнет, это общество, где есть самки красивые, которые не хотят размножаться и закрызают молодое потомство, где самцы голубые, которые спариваются с другими самцами, где, 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 вот это всё про деградацию общества, и на самом деле вот это всё хлынуло на территорию Советского Союза, и вместе с этим пошёл бум по церквям, потому что я не помню в 80-е годы такого паломничества религиозного, и это назвали духовным развитием, а это была духовная деградация. А надо было назвать бизнес есть бизнес. И тогда бы всё было правильно, человек бы понимал, я вкладываю деньги на то-то, и тогда бы он думал, я вкладываю деньги на дороги, или я вкладываю деньги в бассейн, или я вкладываю деньги в плавающую церковь. Религия это ограничение сознания. Кстати, вот ты пока говорила, у меня слово духовность, Знаешь, о чем это? Мы воспринимаем это с позиции духовности, слово с позиции религии, а на самом деле духовность – это расширение сознания. Это когда нет границ, то есть это расширение, это бесконечность и движение поток. А лишь только религия сделала это ограниченным. Знаешь, как будто докопаться нельзя, ничего не скрывалось. Мы говорили всегда про духовность, но при этом сама тема духовности в рамки загонялась. Да? Здесь так прогорел камин, так жарко стало вообще. Я вот сижу и думаю, такое ощущение, что я уже плавлюсь со всех сторон. Классно. Классно. Вообще очень уютно, классно. И мы отсюда потом будем вести трансляции. Вот сейчас решим вопросы с интернетом. И это будет наше новое помещение. Это и вот вообще вся эта студия. Сюда приедет мебель уже, все приедет сюда. И тогда мы… Это хорошо. Здесь тепло, здесь уютно. Свет надо сделать еще такой, чтобы подсветки были нужны. Доделать, и мы здесь будем. И это очень классно. А еще здесь можно ходить гулять на природу. То есть мне в Минске категорически не хватает прогулок пеших в лес за травами, чтобы мы с тобой где-то на природе общались больше. Вот просто очень сильно не хватает, потому что все-таки многоэтажный дом, он накладывает отпечаток. Это тоже, кстати, это место о расширении границ. Лес. Да, здесь безгранично. И в то же самое время в трех километрах город, да? И в то же самое время ты как бы в лесу, да? Да, да, да. Вышел, прошел, прогулялся, на розы посмотрел, радуешься, как тюльпанами все сейчас зацветает. Там еще каких-то цветочков нарциссов и всего остального туча. И ты сходишь и просто балдеешь от всего этого. Мне вот это очень нравится. Нравится. И видишь людей. Нет. Ты как за высоким забором. Вроде бы комфортно. Вот это уютно, комфортно. Здесь очень хорошо пишутся книги. Вот эти каминные настроения все протопило и в жара плавишься. Кайф. Вот этот кайф. Это кайф жить. Это на самом деле. И смотри, как мало надо человеку для счастья. Для счастья человеку ничего не надо. Надо просто быть счастливым. Все. Не надо больше ничего. Просто будь. Да, 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 да. И когда так скажешь человеку, ага, конечно, будь. И что это значит? И в это будь вкладывается сразу столько проблем, да, у человека? А смотри, даже вот если брать, будь, вот можно посмотреть на этот домик, да. Кругом дерево. Кругом все. Очень скромно, очень натурально. Нигде никакой синтетики вообще. Вот я не люблю синтетику. Конопри, конечно, у меня нету. Но я люблю. Люблю все натуральное. Прошло, да. Я люблю натуральную одежду. Я люблю натуральное дерево. Я люблю натуральные ткани. Я все люблю натуральное. Я люблю натуральных людей. Даже, знаешь, вот посмеяться, но не так давно спросили про духи, какими пользуюсь, да. А я не люблю запах духов. Он не натуральный. Я люблю запах натурального тела. Это не значит, что мыться не надо. Надо мыться. Но чистое тело, оно приятно пахнет. И вот это все натуральное, я понимаю, что вот в этом натуральном именно комфортно. Вечером очень классно овчиной завернуть ноги, там посидеть в кресле, там у камина. Это все живое, все натуральное, все естественное. И я не понимаю, как это можно было променять на синтетику. Но ведь с 90-х лет это променивалось. И насколько оценить это. Так даже не с 90-х, даже там... Дожди, сколько это моей маме было, когда эти крепдышиновые платья. От которых потом женщины чахоткой болели и умирали. Может, 60-е годы, наверное, да? Вот эта вся западная мода когда хлынула. Поэтому все натуральное должно пойти отсюда, в обратную сторону. Это возвращение, кстати, к себе, к себе натуральному. К себе настоящему. К себе искреннему. Это о встрече с самим собой. О встрече с самим собой. Подходит момент этот. Да, 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 да. Вернее, даже он не подходит, он уже происходит. Встреча с самим собой. Так уже получается, что сейчас каждый человек предстает перед самим собой. Уже мы видим всех скелетов со шкафов, как они вываливаются. Уже человек может видеть и осознанно выбирать, я буду играть в эту игру или не буду играть в игру. Это игра моя или это игра чужая. И уже становится очевидным, как только ты начинаешь играть в чужую игру, ты имеешь проблемы, ты имеешь болезни, ты имеешь... Ты имеешь проблемы. Все, вот да. Это слово. Это твоя проблема уже. Но если ты играешь в свою игру, так играй в нее и лови кайф от жизни. И будь счастливым. И никто тебе не мешает, никто тебя не ограничивает. И строй ловушки, и сам в них не попадешь. Да, да, да. Это все про искренность и открытость. И это все про создание, заметь. И про возвращение авторитета в себя. Возвращение к разуму. Возвращение к разуму. Кстати, у нас же в этот понедельник, в этот понедельник будет второй практикум. Первый был авторитеты, индивидуальность и авторитетность в науке. Личность и авторитетность в науке. А сейчас будет личность и авторитетность в религии. И человек слушает, а так, ой, так у меня с религией ничего не связывает. Постой, чувак, мы про гипноз говорить будем. Мы будем говорить, как гипноз и в каких формах действует на твой авторитет. И окажется, что ты очень легко выносишь авторитеты под все вот эти тренинги, под все курсы, под все увлечения, казалось бы. В каждый момент, как только у тебя появился гуру, все. Вот мы про это будем говорить. И мы будем личность свою из этого собирать. А заметь, когда человек попадает под влияние, тут, кстати, нарисовывается очень большая тема, тема самнамбулов. Когда человек попадает под влияние быстро, то собрать его психику практически невозможно после секты. Практически невозможно. Во всяком случае, в психотерапии это самые сложные случаи вернуть человека назад. А в инфодайвинге это то, с чего начинается инфодайвинг. Это норма. Собрать человека и запулить его в свою собственную жизнь. Разница какая? Мы начинаем с того, где медицина заканчивается и говорит, что это невозможно. Возможно. 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 Но это невозможно, потому что человек уже размазан. Дальше нечего размазывать. Уже масло по этому бутерброду не мажется. Уже все, масло закончилось. И тут инфодайвинг приходит и говорит, сжимаем бутерброд и возвращаем масло на место. И нечего мазать его по бутерброду. Масло это масло, а хлеб это хлеб. Давайте называем все вещи своими именами. И это погружение в понедельник, оно будет... Это не погружение, это практикум. Это практикум, да. Это практикум. Это еще и со знаниями, с достаточно глубокими знаниями. Целостный взгляд. И чтобы человек научился видеть вот эти моменты, где он как раз-то подвержен влияниям и внушениям. Вот эти вот хитро-сплетенные ходы-выходы. Да. А смотри, вот интересные штуки. Я коснулась сомнамбулизма. Очень многие люди, приходя в гипноз, и даже платят гипнологу за то, чтобы раскачаться и стать сомнамбулом. Для этого надо раскачать психику. То есть ее разнести? Нет, не разнести, сделать гибкой. Но сомнамбул, у него психика настолько гибкая, что она очень быстро ломается. То есть она истонченная крошится. И если... Я помню еще, когда занималась гипнозом, действительно, сомнамбулизм очень хотелось, чтобы так чувствовать, чтобы так быстро брать информацию, чтобы... А потом, оказывается, вся информация идет через призму собственной травмы. Она не объективна. То есть она настолько субъективна, что она зачастую не совмещается с объективной реальностью вообще никак. Либо же надо человек, который будет совмещать ее. Это один момент. Второй момент, это... Согласна. Человек видит все через призму своей травмы. И второй момент, вот эта травма, она может влиять на всех других людей. То есть это может быть, например... Ну вот мы недавно рассматривали пример артиста известного. У человека в детстве была травма. Он после этого становится сомнамбулом. Он становится успешным артистом. У него успешная карьера. Но при этом он же эту детскую травму несет везде. У него и роль такая на сцене через призму этой детской травмы. И все люди, с кем он взаимодействует, он взаимодействует из этой травмы. То есть если ты попадаешь в героев его травмы, то ты с ним рядом остаешься и взаимодействуешь. А если ты не попадаешь в его травму, то ты как бы не его герой. Он с тобой играть не будет. То есть вся жизнь искокожена вот этой травмой. Это ограниченность. Поэтому я не за то, чтобы у человека развивать сомнамбулизм. Я за то, чтобы у человека развивать чувствительность. А чувствительность связана с интеллектом и с разумом. А сомнамбулизм блокирует интеллект. И при этом пытается установить связь с разумом. И при этом блокирует интеллект. Вот это крутые штуки. Когда вот эти все вещи осознаешь, где и как это проявляется, блин, понимаешь, что мы-то с тобой еще совсем ничего не знаем. Вообще ничего не знаем. Джессика, а тут жарко. И у нас еще целый путь. Путь в науку. Столько всего еще интересного. Это невероятно. Я когда вот вспоминаю весь этот пройденный путь до инфодайинга, путь в инфодайвинге, я просто кайфую от пройденного пути. Я реально кайфую от того, что мы смогли заметить вот эти парасомнамбулические состояния. Что мы смогли, что мы рискнули работать с аутизмом. Что мы смогли собственными силами сделать платформу. И что мы смогли собственными силами отснять все фильмы, вот все, что мы для рекламы делали. Что мы смогли собственными силами вести и весь контент, который в соцсетях и все. То есть мы смогли наше хобби превратить в бизнес. Для того, чтобы ни от кого не зависеть. Для того, чтобы просто заниматься любимым делом, кайфовать, делать и не оглядываться, как Горяев оглядывался. Когда на погружении дали. На погружении то, что дали, авторитетность в науке. И там сразу видно, какие ошибки допускают ученые. Вот она ошибка. Ошибка, стоившая жизни. Если бы человек пошел другим путем, было бы все иначе. Потому что действительно горел. У человека был интерес, горел, но он ушел от себя. А теперь смотри, сколько горящих попадает со своим горением в тухлое-затухлое болото науке. И все, и утонуло. И потом виноват дядя Федор. Нет. Ты сам пошел не своим путем. Ты вынес авторитет. Ты сам пошел это болото. Ты сам пошел. Ты вынес авторитет на болото. Ты сказал, это самое авторитетное болото в твоем мире. И вот ты получил то, что ты получил. Теперь ты квакаешь там лягушкой. Потому что ты там... Ну а кем ты будешь в болоте? Ты будешь лягушкой. Вот. И точно так же все, что касается религии. Точно такое же. Вынеси на религию авторитет. Вынеси на секту авторитет. Вынеси на любое массовое объединение людей. Назови это как хочешь. Ну секта грубое слово. Массовое объединение. Ну вынеси на это объединение. Ну вот как это объединение квакает, вот так квакать будешь и ты. А где ты как личность? А тебя нет. А где твои гениальные открытия? А они растворились об авторитету. А авторитету они не нужны. Они нужны только тебе. Они давались тебе под задачу. Они давались тебе, чтобы ты включил мозг и стал самим собой. Чтобы ты это развил. Поэтому ты это смог увидеть. Поэтому тебе это стало интересно. Тебе это дано. Так и доведи это до конца. Вспоминаю девушку эту с вопросом на последнем стриме. По поводу производства. Собственного бренда. Да, собственное производство. У нее одежды. Да, из головы не выходит. Молодец, блин, молодец. Доведи до конца. И будет все хорошо. А при этом у нее на самом деле как раз как с Горяевым, между прочим. Да. Даже песни. Главное не попасть. Вот когда она там про инвестора спросила. Главное не попасть в болото. Иначе будешь лягушкой и будешь квакать. Все и не будет тебя. И не будет тебя. Говорю, потому что у самой был опыт работы с инвесторами. Блин, я когда глядываюсь на свою жизнь. Ты такая опытная. А я совсем. Я же ходила из огня до в пол. Вот это сочетание, да. На самом деле. Смотри, опыт, да, у тебя. А у меня, на самом деле, это как точка. В точке есть все и нет ничего, да. Вот это вот сочетание наше, оно и дало возможность достать такие знания. То, что достаем мы, на самом деле, это невероятно. Это на самом деле. Блин, ну, мы с тобой это знаем, да. Ну, ты знаешь, вот для того, чтобы вот так, как у меня жизнь складывалась и проходить... Я столько умутов прошла, вот реально оглядываясь. И у меня были такие дурацкие сюжеты, включая эти вот такие для съемок бандитских фильмов. Я, когда вот вспоминаю свою жизнь, кажется, вроде все так спокойно, вроде чинно, вроде и в то же самое время. Но это давало опыт. И многие вещи вот мне помогли потом в собственном бизнесе. Даже когда... А у меня просто знания. Вот внутри были всегда знания. Я вот по жизни, я шла как-то, не споря, внутри. Я просто знала, и все, и шла. Вот у меня просто так было, действительно так. Видишь, ты не спорила, ты соглашалась, и ты шла своим путем. Нет, я не соглашалась, я шла своим путем. Своим путем. Я просто, я выносила, говорила, видела, что у человека сопротивление, то есть не сходится. И у меня не было ни раздражения абсолютно. Ну, а у меня оставалось свое мнение. И я шла вот так. И при этом я шла, действительно, искренне. Всегда по жизни. Но моя искренность порой людьми воспринималась как жесткость. Жестокость даже, может. А это была абсолютная искренность. Ну, вот аналогично. Но я, видишь, как... Я все-таки на объективной очень много работала в своей жизни. Поэтому у меня очень много наемной работы было. Неважно, на каких должностях. Но это была наемная работа. Это не на себя. К себе-то я пришла совсем недавно. Ну, как недавно. С 2008 года, да? А мы вот как раз-таки, кстати, у меня у нас... Все время свое. Все время свое с 91-го или 92-го года. Поэтому у меня был даже такой момент, когда... Ну, знаешь, когда ты привыкаешь к наемной работе, значит, как-то надо выровнять, чтобы обе стороны осознали. Ты работал все время по восьмерочке. И у меня был момент, например, когда я видела, когда тренера заносит. Тоже такой момент. Помню, вот вспомнила, как бандитское слово произнесло, да? И оно так пролетело. Я вспомнила момент. Тренера начала нести очень сильно на понтах. Я там такой, я там крутой, я там, я там, я там. У меня сразу срабатывал инстинкт. Ну, так, так, так. Ну, поехали в ресторан, поехали в ресторан. И там одну штуку раскрутили там со счетом. И человек просто тв, и смотрит, и... Ну, я не буду рассказывать, что я утворила, но сам факт, что я поставила человека в крайне неловкое положение. И потом говорю, ну, теперь ты мне скажешь, что у тебя есть деньги. Родной, ты гол как сокол. И ты мне понты здесь не китай. Все в щуку выхнули, да? Ну, это было так жестко, ты знаешь, даже мужики так не поступают. Это было вообще как... До сих пор, когда вспоминаю, думаю, блин, как я могла такое вытворять? Капец. Ну, и в то же самое время мозг включается сразу. Человек начинает думать, и все расставляется. Все точки над «э» расставляются сразу. Поэтому... Ну, это было искренне, между прочим. То есть здесь не было лжи. Просто я знала... Лжи, да. Лжи не было. Искренность. Искренне. Но при этом заход силовой такой. Интересно. Силовой заход был очень силовой. То есть я знала, чем закончится. То есть полностью... Это конкретно была твоя игра. Это конкретно. Это твои, да. Это игра вот на моей территории полностью, по моим правилам была, да. И мужчины, как правило, этого не ожидали от женщин. Угу. Ну, ты знаешь, не было бы этого опыта, не было бы инфодайвинг. Встретились бы мы с тобой вдвоем. По-любому было бы. Ну, видишь, и начался, когда мы вдвоем встретились. По большому счету, инфодайвинг начался глобально, когда мы с тобой встретились вдвоем. И когда мы начали искренне писать, искренне договаривать информацию. Когда не было утаек, лжи, изворотливости, присвоения результатов, обесценивания труда друг друга, попытки там другого человека. Типа он никто и звать никак. И только я там такая красивая и умная, да. Мое болото самое болотистое в мире и так далее. Вот это ушло. Вот этого, вот с момента, как мы начали работать вдвоем, полная, полная открытость и доверие. Да, пошла чистота, да, искренность. Без этого ничего бы не было. Ничего, было бы ложь. Просто ложь бессмысленная. Просто бессмысленная была бы. Да. Ну, неинтересно даже. И невозможно было бы. Ты знаешь, невозможно. Это развитие какое-то было бы, наверное, это не развитие назвать. Одно из направлений просто. Да. Одно из направлений бизнеса. Но это бы не послужило бы выпуску такого количества книг. То есть не было бы запало на это. Это не послужило бы выпуску такого количества программ. Это не послужило бы работе с таким количеством людей на консультациях. То есть это отдельная тема. И на самом деле за три года, да, вот эти три года, они, все, что мы с тобой проложили, книги, курсы, они дают возможность быстрого возвращения к себе. Очень быстрого. Да, очень быстрого возвращения к себе. Можно сказать, что вот эти три года для нас с тобой, да, они как, наверное, целая эпоха возвращения человечества к себе. Это даже целое огромное научное направление, которое полностью взяло и описало субъективную реальность человека, психическую реальность человека. То, чего на сегодняшний день не было сделано в науке. То есть что сделала наука, это назвало это коллективным бессознательным. Подождите, кроме коллективного бессознательного, там есть еще внутренний мир. Это тоже бессознательное. Свалили все в одну кучу и замешали, да. И что получилось? А вы посмотрите, какие вы ингредиенты туда положили. А может, какие-то ингредиенты стоит достать в тот же мир мертвых? Если ты туда положишь мир мертвых, то что ты получишь? То есть не надо все валить в одну кучу. А если ты расскажешь, что этого мира нет, подожди. А как его нет? А где информация тогда хранится? Это все мозг. Где у тебя в мозге все это есть? А дальше? Это так же, как где-то Бог есть где. Где? На седьмом небе, на солнышке. Кто создал Вселенную? Кто-то. Кто? В чьей голове она создается? И вот когда вот эти... Да, очевидные вопросы. Если это есть, и ты это видишь, что в чьей голове это все, чьи глаза это смотрят, чьи уши это все слушают, твои, так почему ты это вынес из себя? Это же твои органы чувств воспроизводят это, твои. Значит, это создано в твоей голове, в твоей. Так и разберись, что ты создал в своей голове. Разложи по полочкам, какой процесс там у тебя за каким происходит для того, чтобы. И уже задачу потом стоишь под задачу, выстраиваешь, как лучше получить тот или иной результат. И это, кстати, об открытиях в дальнейшем. Все, что касается озарений, это полностью управляемый процесс. Главное найти персонажа, чей интерес совпадает с данной задачей. То есть четко фильтровать персонал. И вот здесь только по интересу персонал. Никакого затхлого болота. Ты в академии там наук или где-то. Найди человека, который бы горел, и через которого ты получишь озарение. А вот кулибин их подтягивать можно. И подозрение ты будешь иметь, и открытие, и разработки, и все остальное. Но смотри, сколько надо промыть персонала, намыть камешков. А то, что не то, надо отправить, работать. Вот фермерские хозяйства поднимаются. Это знаешь, да, да. Это так же, как чемодан без ручек. Все время тянется, тянется, тянется. Вот это наука. Вот эти все академии. И при этом, как это не будет науки? Как это, как это? Она будет. Ее не может не быть. Она априори будет. Она в психику вписана. Но она будет свободной. Но она будет свободной, будет рабочей. Точно так же, как и религия. Она будет просто бизнесом. И это будет просто бизнесом. Это сфера деятельности. И у тебя будет выбор. Хочешь, пожалуйста. Хочешь, там. И это равные вещи. Хочешь, туда ходи. И ненасильственные. И ненасильственные, да. Совсем другой подход. Но со временем религию заменит государство. Потому что, смотри, у государства нету своего места. Государство в психике конкурирует с религией. Не с наукой, а с религией. И, в принципе, так было всегда. У царя за спиной стоял поп. И делал ему пакости. Так было всегда. И оно так и будет. Оно просто не осознается сейчас. Но в психике есть конфликт. Государство-религия. И государство должно занять место религии. Поэтому я и говорю, это надо назвать бизнесом и поставить на налоги. Это правильное решение. И другого решения не будет. Это единственное решение. Другое решение просто нету грамотного. Как сделать так, чтобы полностью религия была бизнесом под государством. Полностью управляемым. И это совсем другое государство. И это будет другое государство по силе. И тогда будет один управляющий и создающий. Если мозга хватает, создающий. Если не хватает, просто управляющий. Именно ресурса мозга. Хозяин, да. Именно ресурса мозга. Это не про то, что там умные и глупые. Это именно про физический ресурс мозга. Когда очень много нейронных связей. Когда очень большая широта восприятия. Такой человек должен быть. Это просила. Это все просила. Блин, как это все интересно. Когда это все видишь целостно. Невероятно. Интересная жизнь. Какая интересная становится. И ты всегда улыбаешься. Всегда глаза светятся. Правда? А, кстати, уже на улицах узнают нас. Заметила тоже, да? Конечно. И ты продолжаешь улыбаться. Даже буквально вчера. Конкретно. Я понимала, что меня узнали. Я тоже. То есть, тоже вчера, да? Такое движение. А до этого, видишь, вот, ну, интересно, да. Уже узнают. А подойти не могут. Ну, ты же не дала разрешения на общение со сторонними людьми. Я тоже. Мне абсолютно нравится натуральный домик. Полностью уединенное место. И, хотя здесь не уединенное, но дома кругом. Уединенное место, лес и книги. Их надо дописать. Да, и здесь еще куча работ, которые надо провести для того, чтобы все расставить, развесить. И доделать для того, чтобы мы могли здесь комфортно работать. Здесь даже еще столов рабочих нет. Ну, да. Но зато здесь уже уютно. Ну, уже уютно. И то, что вот в эти выходные еще доделаем. Будет следующий шаг, потом следующий, следующий. Потом книги, наполнения, все привезем сюда. И будет здесь красиво и уютно. И это счастье. И те, кто захочет с нами двигаться, те, кто с нами в понедельник, могут подключаться на подкаст, на практику. Практику. Практику личности и авторитетность в религии. Ой, ребята, это мир гипноза. Это мир сна. И вот этот мир сна мы очень круто перетрахнем в понедельник. И еще мы возьмем во вторник курс магии, ритуалов, психики. Это курс записи. Но мы с вами будем в конце курса отвечать на вопросы. Но он открывает вам доступ к ресурсам психики. Именно в ритуальную часть. Не для того, чтобы вы их делали, а для того, чтобы видели, как это работает. И заменили это все на алгоритмы работы именно с подсознанием, а не с надсознанием. Для того, чтобы вы убрали ложь и насилие с вашей работой с клиентом. Нету места насилию в психике. Нету. Если вы используете гипноз, это насилие над психикой. Это продавливание и накладывание программ сверху. Это причинение вреда человеку. Пока вы это не осознаете, вы плюете в свой собственный колодец. И познавать будете через свой собственный опыт. В этом нет ничего плохого, как и ничего хорошего. Это просто есть. Так живут люди. Так работают с клиентами. Зарабатывают деньги. Так врут. И так в круге сансары страдают. Бегут по кругу, как белка в колесе. И потом жалуются, что там болеют. Что там то, не то. Здесь не так. Кстати, по поводу болеют. Блин, еще один камень в огород закину религии. Помнишь, в магазине увидели двух монашек? Каждая монашка, там килограмм 150 минимум. 160-170. 160-170, да. Там такие монашки в черных одеяниях, как из французского фильма, блин. Вот как будто их еще в маленький запорожец пихнуть. И они бы заняли весь запорожец, включая капот и багажник. И вот две такие мамки идут. И у меня что-то внутри возник, внутренний стеб. Невесты Господни, да? Ведь монашки – это невесты Господни. И я так думаю, боже, за что же вы так не любите Иисуса Христа? Он, наверное, в гробу, глядя на таких невест, переворачивается и думает, ой, свят, 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 лучше я еще посплю, чтобы не приходить. А то тут как невесты на выбор, да? Есть ли такие невесты, то давайте я еще посплю. Это лучше. Не надо мне возвращаться. Зачем же мне вот таких невест собирают? Блин, это стекла, это весело, но на самом деле так. Либо же давайте называть не невестами Христа. Не портите жизнь человеку. Блин, весело это все. Когда видишь это все. Ну, когда ты видишь наше восприятие, когда ты не спишь, целостное восприятие. Мы находимся в раю. Этот мир – это самый удивительный мир. Красивый рай, да. Это самая удивительная жизнь. Это рай. Рай, ребята, это рай. И только мы его можем сделать адом. Только мы. И загадить. И загадить, заплевать свой собственный колодец. Только мы. Мы через свое невежество, через свою нелюбовь к себе, через обесценивание себя. Точно так же, как вот сказала слово «загадить», и тут же по образу и подобию пошло. Только мы можем загадить леса, парки, там, что там еще, где были. Только мы. Зачем? Превратить красивый лес, красивую природу в замусоренное место. Кстати, и в этом плане Беларусь. Вот выйди в лес. Чистенько. Ни одной бумажки не лежит. В Швейцарии. А ну нет, Беларусь. Беларусь. Беларусь чистенько. Это все говорят «швейцария», «беларусь». Все ухожено, все досмотрено, все аккуратно. Кто бы что ни говорил, блин, вот просто пошел по лесу погулял. Люблю тоже, очень люблю свою Беларусь. И тащишься. Тащишься от красоты, от уюта, от чистоты, от всего вот этого. Я тоже болтею. А помнишь, как мы ходили по Занзибару? Когда вот негритянка тоже такая вся в красном красивая сидела на свалке из бутылок из пластиковых. Они там пластик едят, пластик валяется везде, у них везде пластик. И сидят на пластике. И сидят на пластике. И сидят, ни хрена не делают. Зато в красивом наряде. Яркие. Яркие, да. Ну, конечно, чтобы среди пластика была видна черная фигура, надо ее одеть во что-то яркое. Такое, как баба на самомах. Ой, блин, что-то меня понесло. Все, ребята, до встречи на практиках и на курсах.